Учиться никогда не поздно, как, впрочем, и осваивать новые профессии. Маргарита и Светлана в свои 50 с хвостиком проходят обучение на специалистов в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. С апреля этого года в Ивановской области реализуется новый региональный проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Его задача – сохранить занятость граждан предпенсионного возраста. Это называется, как бы, специалист в сфере закупок, то есть с федеральным законом 44. То есть очень интересная работа. Я, конечно, несколько лет уже пыталась туда попасть, но именно без этих курсов, как бы, просто нас не берут. То есть профессия достаточно востребована в Ивановской области, и я думаю, что я быстро найду работу. То есть мне даже предложили здесь, на бирже труда, попробовать себя. Обучение по данному направлению проводят специалисты Нижегородского института повышения квалификации. Светлана по образованию инженер, работала проектировщиком. Сфера закупок для нее совершенно новая область знаний. Обучение проходит дистанционно и займет полтора месяца. Я сижу дома. Насчет времени мы договариваемся предварительно, когда вот всем удобно. Ну, как бы, это лучше, чем куда-то ездить. Учиться интересно. Мозги надо развивать, они должны всю дорогу работать. Первую неделю где-то у нас было три занятия. То есть нам давали, как бы, большой перерыв, чтобы мы подготовились и вопросы задавали какие-то к следующему занятию. Вот эта неделя, конечно, интенсивная. Это занятие каждый день, конечно, тяжеловато. То есть это где-то два часа он нам наговаривает лекции. Дальше мы должны делать домашние задания, залезать вот в эти закупки, все это смотреть. Ну, это практически часов пять вот рабочего времени уходит на это, на все. Проект «Старшее поколение» рассчитан и на безработных, и на тех, у кого есть постоянное место занятости. Если, например, работодатель планирует перевести сотрудника на другую должность. Для обучающих с участием в программе бесплатно. Бюджет у этого стоит 24 миллиона рублей. Средства федеральные и областные. По сути, главных требований два – соответствие возрасту и желание владеть новой специальностью. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» центрами занятости населения реализуется программа обучения граждан предпенсионного возраста. Предпенсионный возраст – это за пять лет до наступления пенсии. Программа реализуется центрами занятости. В ней могут участвовать как незанятые граждане, ищущие работу, так и занятые работающие граждане. В настоящее время большее количество обучается незанятых граждан, ищих работу. С предприятий чуть меньше, но хотелось бы, чтобы предприятия активнее участвовали в данной программе и принимали участие в обучении своих работников, которые уже достигли данного возраста. За год в регионе планируют обучить 355 граждан. Незанятые студенты, к слову, вместе со знаниями получат еще и стипендию – 11 200 рублей. Основные профессии обучения, такие как лифтер, оператор ОВМ, машинист насосных установок, ткач, контролер качества, кондитор-раскрущик и многие другие. Всего у нас в Овановской области сформировано перечень наиболее востребованных профессий, число которых на сегодняшний день составляет 68. Среди предприятий, активно участвующих в этой программе, такие предприятия, как Галтекс, город Вичуга, Старовичугская мануфактура, акционерное общество Томна, город Кинишма, Фурманская предельно-ткацкая фабрика номер один. Программа рассчитана до 2024 года. За это время обучат не менее 2000 граждан. С желающими, уверены в профильном комитете, проблем не возникнет. Проект только стартовал, а на обучение уже направлено 217 человек. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.